Ну что ж, полюбившаяся многим рубрика, разбираю свой собственный аутфит, рассказываю, что с чем я сочетала. Казалось бы, все очень просто, здесь черная юбка и черный топ, но есть свои секреты. Первый секрет это топ, он стоил примерно 5 евро, я купила его совершенно недавно на скидках в качестве формы для бега, и буду использовать по прямому назначению. Это топ, который, по всей видимости, можно носить с короткими шортами, с велосипедками, использовать прежде всего в спортзале. Купила я его в марке Oysha, надеюсь, произношу правильно, но самое интересное, что такой топ вы, я уверена, найдете у многих марок, и это не что иное, как спортивная одежда. Кстати, для этих же целей вам также подойдет купальник. Если вы любите необычную пройму, открытую спину, посмотрите подобные купальники, используйте их в качестве топа, поверьте мне, это очень красиво, потому что не образуются лишние складки, это очень удобно. Кстати, это также очень экономично, как правило, купальник стоит дешевле, чем подобный топ. Следующий секрет этого образа это юбка. Юбка с запахом, либо с фронтальным разрезом, это мой любимый тип юбки. Могу сказать, что найти и купить подобные юбки действительно очень сложно. Если встретили, примерьте, возможно, она поселится в вашем гардеробе, станет вашей любимой. Сумка. Всегда говорю, что сумку выбираем не под аутфит вообще, а относительно той зоны, на которую приходится сумка. Но сегодня у меня простая задача, все зоны черные, поэтому куда бы я ни приложила эту сумку, она будет достаточно контрастно смотреться и ярко относительно всего аутфита. Люблю сумки необычных цветов. Вы наверняка, если смотрите мой канал, об этом знаете. Я люблю не просто яркие сумки, а именно, чтобы цвет был, что называется, красивый. Сегодня у меня вот такой ментоловый вариант. Добавляю браслеты, что для меня большая редкость. Я обычно просто-напросто упускаю эту деталь. Всегда советую украшать себя аксессуарами, а сама забываю. В этом образе, безусловно, аксессуары, браслеты, на мой взгляд, смотрятся очень хорошо. И если вам нравится то, как я одеваюсь, то ключом к пониманию моих образов является также то, что из всех аксессуаров я предпочитаю именно браслеты. Ношу их на обеих руках в большом количестве, очень часто распределяю по всей руке, там, где их можно закрепить. И на самом деле я люблю браслеты, в том числе и на предплечье, но у меня пока таковых не имеется. Ну что ж, мои прекрасные зрители, вот такой образ у меня получился. Здесь, наверное, еще также хочется отметить босоножки в цвет загара. Могу сказать, что это большая удача, когда цвет и интенсивность твоего загара совпадают с так называемой нюдовой обувью. Нюдовая обувь не является универсальной именно потому, что если она не совпадает по своему цвету с вашей кожей, то она уже является, по сути, цветной обувью. Но здесь мне повезло, я загорела интенсивно. А точнее, интенсивность моего загара совпадает с интенсивностью окрашивания этих босоножек, к чему я, безусловно, очень рада. Смотрятся они здесь незаметно. Я люблю действительно этот нюдовый эффект на ногах. Кстати, здесь могли бы быть не босоножки, но в подобном цвете также и закрытая обувь, например, лодочки. В заключении еще раз хочу отметить, что я очень люблю юбку-карандаш на себе и на других модницах. На мой взгляд, действительно палочка-выручалочка для любой женщины. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Желаю всем быть красивыми, модными, в хорошем настроении. Очень скоро увидимся. Всем пока-пока.